Всем привет! Продолжаем тему тестирования. Смотрите, юнит тестирования мы уже разобрали. Это некий примитив в мире тестирования. Да, придумать иногда, скажем, логику какой-нибудь функции не всегда бывает просто. Но, в общем и целом, это самый простой случай тестирования с точки зрения общего подхода. То есть у вас есть какая-то... Вы знаете, что вы должны получить, и вы просто сравните с тем, что ваша функция конкретно делает. Это достаточно просто. Особенно, когда, если вы пишете свой код максимально функциональным и разбиваете свои функции на максимальное количество функций, то есть делаете их максимально маленькими, и которые делают работу конкретную. Не всю целиком, не все приложения, а разбиваете конкретно. То написание юнит-тестов будет достаточно простой, немного утомительный, но подход простой. А вот с интеграционным тестированием и с тестированием, которое уже касается взаимодействия частей нашей программы, вот здесь возникают проблемы. Но феникс нам помогает. Как и другие популярные фреймворки, феникс предоставляет некие тулы для того, чтобы облегчить тестирование. Сегодня я предлагаю рассмотреть тестирование контроллера. То есть, смотрите, вот наш контроллер, да, вот чем он служит? Вот мы делаем запрос, он у нас рано или поздно, этот запрос через конечную точку там попадает в этот наш контроллер, и этот контроллер, он что-то отдает. То есть, контроллер по своей сути, да, это просто же набор функций, которые проходят через конечную точку. И здесь что получается? Нам нужна вот конечная точка, нам нужен вот этот connection, через который катится все, и, собственно, мы должны протестировать наши данные. Ответ, который придет от наших контроллеров. Когда вы создаете, когда вы создаете какое-нибудь шаблонное приложение, шаблон для приложения, да, то есть макет, каркас, вернее, каркас, феникс также поставляет некие-некие простые варианты тестирования. Вот давайте заглянем. Заглянем в папку тест, в контроллер тест, и вот таким образом выглядит, правда, вот этого я уже сам написал, ну, вот так вот он выглядит изначально тест, ваш тест, который вам по дефолту поставил феникс. То есть что здесь происходит? Во-первых, здесь подключается какая-то функциональность, как мы видим, да, через директивы use. Use напоминает просто макросы. Надо, кстати, запилить про макросы как-нибудь. Ладно, то есть вот подключается функциональность, да, затем у нас используется другой макрос тест. Здесь что происходит? Читается очень легко. Значит, мы проверяем метод get по корневому каталогу. Здесь вторым параметром у нас придет connection. мы используем метод get, то есть у нас будет некая, скажем так, конечная точка, в которой мы сможем сделать запрос get, и мы можем использовать connection. И вот по такому пути. В итоге мы получим наш тракт connection, видоизмененный, согласно этому методу. и мы можем проинспектировать его. То есть вот наш connection, ведь это большой тракт, который содержит множество различных полей, в частности, какой ответ, вернее, код ответа, какой ответ, мы можем проинспектировать, сам ответ. Здесь, например, хочется, чтобы была была вот такая строчка там внутри, вот этого ответа. Так, но это дело я не очень хочу инспектировать HTML. Я предлагаю, то есть здесь вот HTML response, я предлагаю написать JSON response, вернее, написать тест для JSON. Я здесь уже подготовил метод, то есть метод, вот я раскомментировал вот этот скоб, который у нас для JSON идет, метод Heidi. Также прописал метод, вот метод Heidi, который просто жестко отдает мне структуру, жестко мне отдает простую структуру. И мы ее будем инспектировать. Так, но прежде чем инспектировать, давайте немножечко разберемся, откуда придет вот этот коннекшн и что вот это такое конкейс. А это у нас приходит, смотрите, откуда, вот отсюда. То есть тест, саппорт, конкейс, конкейс. Давайте откроем, посмотрим. И вот здесь еще один макрос на макросе. Ну, в общем, и начинается с макроса. Ну, а ладно. Значит так, используем, для начала мы добавляем некие удобные функции, да, для работы с коннекшеном, для тестирования коннекшена. Затем мы добавляем дефолтную точку, конечную точку для тестирования. То есть это не та конечная точка, вот которая вот эта вот у нас вот есть, через которую у нас проходят, скажем так, рабочие запросы. Мы организуем отдельную конечную точку. я предполагаю, что она немножечко работает по-другому, она и должна, по идее, работать по-другому, потому что тестирование должно же проходить быстро, а если мы будем поднимать сервер, все это разворачивать, это все медленно происходит, по идее. И здесь должно, по идее, как-то по-другому немножечко. То есть, ладно, не знаю, как там внутри все устроено, но здесь предоставляется другая точка, конечная, другой endpoint, через который мы будем делать запросы. То есть, вот у нас есть рабочий endpoint, через который у нас все запросы проходят, а вот здесь у нас есть тестируемый. Это первая часть. То есть, какие-то функции удобные для тестирования и конечная точка, то есть, что мы будем тестировать, какие запросы мы будем тестировать. Дальше идет некие сетапы. Эти сетапы, как мы видим, связаны с базой данных. С базой данных. и, значит, вот пока не асинг, да, здесь что имеется в виду? Если у нас тест изначально вот асинг, то базу данных мы не подключаем, базу данных мы не подключаем. А вот если мы асинг, ой, если мы асинг, то базу данных мы не подключаем. А если мы простой тест, да, пишем без асинга, то у нас подключается база данных и все запросы в транзакционном, ой, все тесты в транзакционном режиме. То есть, finally, if test case interact with the database, it cannot be async, бла-бла-бла, короче, прочитайте, вот здесь написано. Но мне в тестах не нужно. В принципе, я мог это даже все дело закомментировать. Но, что здесь важно, вот по итогам вот этого сетапа отдается некий connection, некий connection, то есть build connection. Мы вот этот метод build connection в принципе можем использовать прямо здесь. И если мы откроем документацию, документацию, здесь, собственно, примеры именно так, 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 найду, 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 или не найду, ну да, покажите мне хоть одну. А, не то смотрю, я контроллер смотрю. Вот. То есть, вот, build connection, build connection. Но, мы можем сразу, сразу, скажем так, через сетап, через сетап отправить наш connection, и затем вот этот connection, вот этот tuple, по сути дела, он перетекает вот сюда. То есть, вот вторым параметром к тесту. И каждому тесту он поставляется. И затем мы его используем. Мы над ним производим какие-нибудь запросы вернее, мы делаем запросы на нашу конечную точку, используя вот этот connection, затем мы этот connection инспектируем на ответы. Все довольно просто, да? То есть, мы поднимаем, скажем так, некий сервер, грубо говоря, в виде конечной точки, который мы делаем запросы, которые мы делаем запросы. То есть, мы делаем некую имитацию, да? Предварительно, но у нас же есть connection, да? Вот, когда мы работаем с основной точкой рабочей, вот, с рабочим endpoint. Там же у нас connection, который катится через множество функций, и нам его тоже надо передать. Вот, мы его здесь сформировали. Ну, и дальше мы его просто наполняем согласно методом. Он у нас как-то видоизменяется, и мы затем его инспектируем. Ведь каждый метод в контроллере, вот, по сути дела, свои что? Он видоизменяет connection. Он вносит туда какие-то правки. И затем Phoenix, он использует данный connection, чтобы в итоге совершить окончательный ответ юзеру. Хорошо. Ну, а теперь давайте напишем общую идею должна быть понятна. напишем какой-нибудь тест вот для того вот для этого метода. Для этого метода, который по API hide. То есть get пишу, это я описание пишу, API hide. Сделали, да? Теперь мне нужно тот connection передать. Вот это я скопирую сюда. Такс. get get ap hide. В итоге вот у меня connection. Здесь вот у нас http response, потому что этот метод инспектировал изначально http, А я хочу именно json-овский. json-овский json-овский вариант. И в принципе вот здесь можно посмотреть json-json-json-json-json-response. Давайте посмотрим. Ну вот, то есть json-response и в итоге нам вернется body, да? Body, вернее. Body, body, body. То есть вот я использую по идее даже можно этот использовать pipeline. такс. И теперь теперь я хочу написать некий ассерт. Ассерт. Я ведь уже знаю ответ какой должен быть, да? Значит так, у меня там должна мапа быть. Я сейчас сперва просто с матчем. сперва просто с матчем. Там у меня мапа, которая вначале будет окей, а затем будет здесь возвращается строковое значение, потому что там идет трансформация. Значит окей и Heidi клум. Это первый тест, да? А второй тест давайте я сделаю так, вот что у меня возвращается реально Heidi клум. Сохраню. так, микс, бат, кстати, стоило еще, я забыл сказать об одной вещи, когда вы будете запускать тесты и еще их будете запускать вот так, это немного это это я уже тестировал. Вот таким вот образом, то есть mix, бат, тест, это в итоге у вас запускаются все тесты. И когда вы запускаете их в Phoenix, у вас в итоге подключается вот конфиг для тестирования, конфиг для тестирования. А здесь по дефолту вы еще используете базу данных. И будет, скажем так, пытаться, будет попытка совершить кстати, вот наш endpoint. Так вот, будет попытка попытка сделать соединение с базой данных. Вы либо отключаете базу данных, либо пропишите настройки, по крайней мере, к тестируемому, тестируемые. Вернее, что можно совершить кстати, вот если я вот так закомментирую все, это сработает у меня. Давайте проверим. По идее, должно быть? А, нет, 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 сейчас будет ошибка. сохранить. Так, у меня, не вот это, но я еще хочу закомментировать, поскольку у меня там нет, вот это подключается только если у меня, ну, эти базы данных, да, тестируемые, То есть, это работает, когда нет синка. Значит, mix, but, test. Я вообще ожидаю, что у меня... Видите, database not found. Ну, database not found, поэтому, да, все-таки нужно где-то еще это дело пофиксить. Так что, давайте я оставлю. Не знаю пока, где это быстренько пофиксить, поэтому оставлю. У меня все равно connection работает. То есть, я могу сейчас вот... JSON response is undefined. Page controller test, page controller test. JSON response is undefined. Ааа. Ой, я дурак. Здесь же у нас method передается. Ой, как она... Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой же здесь pipeline? Какой? А, нет, все правильно. Здесь передается connection. О, connection передается сюда. Вот, да. Я... Да. Забыл параметры. Ну, собственно, вот. Как мы видим, все тесты отработали. 0, 0. Можно даже было бы написать вот здесь вот. EOputs test end. То есть, не забываем, не забываем, что нам нужно... Нам нужно прописать, прописать настройки к базе данных. Другой вариант, это вы... Это, кстати, вот это у нас все тесты запускаются, да? Допустим, мы хотим запустить конкретный тест. То есть, здесь какие-то 11 тестов. То есть, если мы проглядимся, здесь есть еще модули, которые с тестируемые относятся. Здесь даже, когда мы добавляли контекст с моделью, да, вот здесь сгенерировалось большое количество сразу каких-то дефолтных тестов. Ну, давайте mix.bat. Я хочу протестировать только вот этот метод. Mix.bat, test, сейчас мне нужно обратиться к папке test. Хэйди, 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 так, хэйди веб, хэйди веб, контроллерс, ой, контроллерс, 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 page, контроллерс. Троллер, тест, и, экс, и, давай, один тест должен быть, и, тест, и, тест, и, тест, и, тест, и, вот таким образом мы можем инспектировать наши контроллеры. То есть это вы уже, скажем, на какой-то, на уровень выше мы поднимаемся при тестировании. Некое интеграционное уже тестирование напоминает. Чтобы полностью интеграционного, нам нужно попробовать базы данных. Но базы данных пока я... Чуть позже мы в другом видео это обязательно рассмотрим. Сейчас я лишь хочу еще показать, что вы также можете инспектировать методы POST, методы PUT, и все вот эти вот методы, которые вам вы конкретно задействуете. Можно вот видеть Redirect. То есть нужно будет конкретно смотреть, что у вас делает контроллер конкретный. Ну, на этом я предлагаю закончить данное видео. Изучаем Phoenix. Тестирование. See you next time.